Привет всем, я Эден и сегодня я поделюсь с вами моими секретами красоты. Меня попросила про это видео одна из моих подписчиц, так что если у вас есть какое-то видео, что вы очень хотели, чтобы я сняла для вас, пожалуйста, напишите там внизу и я с удовольствием для вас это сделаю. Так что давайте начнем. Первым секретом является очень старый способ и он провожает меня с очень маленьких лет. Когда я была маленькая, я была очень-очень-очень худая и мои подружки, они были толстыми, но у них что-то в голове было и они всегда думали, что они толстые. Так что я была очень маленькой девочкой и я тоже хотела думать, что у меня тоже какая-то есть проблема. Так что моя подружка меня научила, чтобы у меня был метаболизм быстрый, быстрее, чем у меня и так и был, то я должна была пить каждое утро горячую воду с лимоном и с медом. То есть половинку или целый лимон, как вам хочется и вы должны их выжать в один стакан, ложку меда, это все помешать и выпить на голодный желудок. Это очень хорошо для вашего метаболизма, это очищает ваше тело и это вас бодрит. Этот способ, он меня ведет всю жизнь. Я, конечно же, был момент, когда я перестала это делать, но я думаю, чтобы хорошо себя чувствовать и лучше, чем забивать свое тело кофеином, вам лучше выпить лимонный сок горячий. Следующий секрет также ведет меня с детства. Это чайная ложечка, и да, это не для того, чтобы есть, а для того, чтобы положить это под глаз, возле глаза, над глазом, когда у вас глаза пухшие, когда вы много не спали. И этот секрет тоже ведет меня с детства, потому что я забрала его из фильма, который называется «Тринадцать» про двух девочек, одна блондинка, другая брюнетка, одна популярная в школе, другая нет. Вы, наверное, смотрели этот фильм. Я его видела очень давно, думаю, десять лет назад, и я его очень полюбила, потому что я думаю, что этот фильм нас может научить о многом, о жизни и предупредить нас о несколько вещей, может быть. Так что советую вам и фильм, и ложку. А, да, я не сказала, и вы должны положить ее в морозильник. Она должна у вас лежать в морозильнике, и каждое утро вы встаете и делаете вот так своим глазиком, и они просто будут благодарить вас после этого. Та-дам! Думаю, самый банальный секрет. Вода, вода и еще раз вода. Вода — это главный способ для красоты. Я всегда, у меня была проблема, чтобы я выпила много воды в день, и до сих пор я с этим борюсь. Я правда борюсь с тем, чтобы я пила и пила и пила, потому что мне очень трудно пить, даже что в Израиле 40 градусов тепла летом, и вообще 28 ноября у нас было 34 градуса тепла, и это очень жарко. И нам надо всегда очень много пить, но мне это трудно, и все равно я пытаюсь каждый день выпить минимум 2 литра воды. Ни сока, ничего другого воды. Потому что вода — это очень главная вещь для наших клеток, для нашего лица, для всего нашего тела. Если мы не пьем воду, мы будем очень уставшие, наше лицо будет выглядеть просто не очень хорошо. Так что пейте как можно больше воды. Но не слишком много, потому что вы можете себя убить таким образом. Я бы вам не советовала. Следующий секрет — это мой новый секрет, я должна признаться, это водяга. Я недавно смотрела видео, нет, извините, давно смотрела видео блогер, которого зовут Елена, я забыла ее никнейм, но вы ее знаете, наверное, она живет в Норвегии со своим мужем, я смотрю ее видео. И один раз она говорила про водягу. И я не знала, что такое водяга, я спросила своей маме, что такое водяга, если она переводится как-то на иврит, и... Нет, она никак не переводится на иврит, и вообще в Израиле ее нету. Так что мне было очень грустно, потому что я очень хотела попробовать эту вещь, и я знала, что я до нее никогда не дотянусь. Вау, какое солнце! Я закрыла окно, но я не думаю, что это поможет моему солнцу. Я надеюсь, что вы меня хорошо видите. Так что вернемся к нашей водяге. И вдруг у меня был шанс поехать в Киев. И, конечно же, я зашла в аптеку и спросила ее, у вас есть может быть водяга? И она сказала, да. Вот такую вот штучку 5 грамм за 5 гривен. Вау, я не знала, я не думала, что она будет такой дешевой. Я купила 5, ну я думала, что я должна была купить больше, потому что... Я просто не знала, если она у меня будет хороша или нет, но она была мне просто отличной. Рецепт красоты и счастья. Следующий мой секрет, это топ-коут. Правда, этот топ-коут у меня новый, но я выделила новый секрет красоты, что если вы делаете мини-кур, и он у вас блестящий и все такое, а на следующий день он уже матовый такой, и как будто бы уже старенький. Ну, еще не ободрался, но все хорошо, но он уже не такой красивый. Вы каждый день должны ставить топ-коут на ваши ногти, и это будет как будто вы только что вышли с своего салона. Попробуйте это и поблагодарите меня. Следующий секрет, это чия, зернышки чия. Я уже говорила вам, я делала уже видео о этих зернышках. Чия, вот так это выглядит. Это является суперфуд, и это чуть-чуть дорогая штучка, но это очень полезная штучка, там есть минералы, витамины, там есть омега-6 и омега-3, и это очень хорошо для ваших волос и для вашей кожи. И если вы не кушаете рыбу, то вы обязаны кушать это, и это очень хорошая добавка. Я сыплю ложку или две чайных в йогурт, или все, что я кушаю, кускус, как это называется, рис, пюре, все, что угодно, я туда сыплю мою чию, и так я получаю свою омега-3. Следующее, что я хочу с вами поделиться. Я уверена, что вы с этим знакомы, но я делаю это почти каждую ночь. Я сыплю немного сахара, и каждый раз я сделаю что-то другое. Или просто воды, чуть-чуть воды, чтобы было это достаточно, чтобы я могла сделать пилинг на моих губах. Или я ставлю в этот сахар оливковое масло, или же мед. И я вот так вот массирую свои губы, и в конце концов вся мертвая кожа отлетает, у меня кровь хорошо течет под губами, а не наружу губ, не беспокойтесь. Если вы не так тщательно и агрессивно будете это делать, то у вас кровь не пойдет. Но это очень хорошо, и губы у вас такие пухлые становятся, и все, что вам остается делать, это только поставить бальзам и идти спать. И утром вы просыпаетесь с красивыми, пухлыми, здоровыми губами. Так что идите в ванну и делайте это. Следующее это точно является самым секретом, который большинство людей не любят. Скажите мне, если вы любите, потому что для меня супы это самая лучшая вещь на свете, которую только могли бы выдумать. И, к моему счастью, моя мама является шефом всех супов в мире, потому что моя мама знает готовить все супы, и она всегда их готовит. Самые вкусные, к сожалению, я не живу с моей мамой, и даже не в одном городе, но когда я ее встречаю, то я кушаю много-много супов. И почему супы так хороши для нас? Потому что это жидкость. Как я вам сказала, я воду не очень люблю пить, но надо. И супы нам добавляют жидкость в наше тело, в нашу кровь. Кроме этого, они нас отепляют, потому что зимой наше тело должно быть теплое. И еще что я хочу сказать, да, у нас зима есть только 3 месяца в год, может быть, 3,5. Иногда, когда, как. Вот у нас декабрь, и все равно жара. Я сегодня была в майке на улице. Так что, кроме этого, что эта жидкость делает наше тело теплым, это еще и насыщает нас очень хорошо, потому что после супа вы не так уж голодные, но в то же время вы не съели много калорий. Так что вы не обедаетесь, это очень здорово, и это всегда сделано из овощей, что это очень важно и здорово для вас кушать овощи. Кушайте овощи, потому что это витамины, и это полный класс. Думаю, что самый главный секрет красоты, что я могу вам дать, это знать, что вы красивые. Знать и думать, и чувствовать, что вы красивые, что вы самые красивые на свете. Не сравнивать себя ни с кем. Всегда чувствовать себя красивым. Потому что, если вы идете на улицу, и вы чувствуете себя некрасивой, неважно, какие красивые вы, то это сразу видно на вашем лице. У меня есть подружки, очень красивые, самые замечательные на свете, но всегда у них какие-то претензии к себе. У меня такой нос, у меня такая кожа, мои волосы и все такое. И зачем? Да, если у вас что-то не в порядке, если у вас прыщи, или волосы у вас не в хорошем виде, то измените это, сделайте что-то. Всегда улучшайте себя. Пока вам не станет очень хорошо, но все равно. Даже если у вас волосы не совсем самые лучшие, или лицо у вас не совсем самое лучшее, все равно чувствуйте себя красивой. И весь мир будет знать, что вы красивые. Когда вы будете заходить в комнату, то все узнают, вау, она такая красивая. Почему? Потому что она знает в голове, что она красивая. Красота начинается изнутри. Если вы чувствуете себя красивой, все будет с вами в порядке. Если вы красивые, но чувствуете себя некрасивой, то ничего вам не поможет. И еще, и последнее, что я хочу вам сказать, это не я выдумала, это Одри Эвборн сказала, и это идет так. Когда вы помогаете людям, и делаете хорошие поступки, и вы хорошо себя ведете, то вы становитесь красивыми. Да, это правда, потому что, когда вы единоличные, лицемерные, не знаю, какое из этих слов я хотела сказать, но вы думаете только о себя, и ничего вас не волнует, и вы такие, а, все, так, 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 то это вас автоматически превращает в некрасивого человека. Когда вы заботитесь о другим, и делаете хорошие поступки, и думаете всегда, как сделать миру хорошо, то вы сразу становитесь красивыми, потому что, когда у вас душа красивая, то это отвлечается на всем вашем теле, и на вашем лице, и на вашей улыбке, и на ваших глазах. Так что, будьте красивы внутри, это самое главное. Быть красивыми внутри, и после этого вы будете яркие, как солнце. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что мои секреты вам помогли и вам понравились. Если это так, то ставьте мне палец вверх, пожалуйста, я буду очень рада. И подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны еще, и мы скоро очень встретимся. Пока! Пока!